В наших институтах, техникумов физической культуры, институтах не преподавался предмет, такой предмет, как, например, менеджмент спорта, система управления в спорте. Не преподавались предметы, которые подавали бы спорт, как спортивную услугу. Соответственно, у нас совершенно другой взгляд на спортивную услугу. Мы смотрим сегодня больше с точки зрения государственных каких-то наград, зачетов, медалей, где ребенок, спортсмен, у тренера даже есть такое слово, материал. Есть у меня материал или нет у меня материала? Сегодня у меня хороший материал пришел ко мне, а завтра материал, а у моего другого тренера материал похуже. Так вот, ребенок должен перестать быть материалом, понимаете, для тренера и для спортивного клуба. То есть он должен стать личностью. И это очень серьезный процесс переосмысления, который требует в том числе и образовательных программ. И у нас есть время сегодня еще раз взвесить все решения, которые закладываются, все принципы, которые закладываются, пересмотреть их, доработать. И уже вносить в парламент законопроект, который пройдет сито, не только обсуждения, а сито осмысления. Поскольку у нас многая критика, которая на нас сегодня направлена, ну не на нас лично, а на идеи, которые мы предлагаем к реформе. Эта критика построена больше на страхах и на тревогах, поскольку у людей не хватает информации и понимания. Как только у нас происходит нормальный конструктивный разговор, где у нас есть возможность людям дать больше информации для понимания, так это же правильно сразу, так нет, так же должно быть. Но у нас же страна, в которой так никогда не будет. Так вот, идея реформы именно в том, что у нас должна быть страна, в которой так будет.